Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в этом видео хочу поделиться с вами одним своим довольно неплохим достижением и более того, такое случилось у меня впервые в жизни, я обыграл двух гроссмейстеров в течение одного дня то есть я играл на лечесе вчера довольно много партий, но и при этом мне попались два гроссмейстера и обе эти партии я смог выиграть, чему конечно же очень рад и причем более того, я старался играть в активном стиле, то есть играть так, как я бы играл против любого другого соперника и как раз таки это тоже на мой взгляд послужило ключом к успеху к слову, я здесь знаю одного из двух гроссмейстеров, давно еще слышал про него, это Суата Талик и второй гроссмейстер для меня неизвестный, Реньер Васкес Игарса, надеюсь правильно почитал из Кубы, второй Суата Талик, он представляет сейчас Сербию, насколько я понимаю, но сам он из Турции так вот, давайте разберем первую партию, которую я играл по хронологии и причем вторая, на мой взгляд, еще и была даже более интересной, хотя здесь тоже был один классный ход первой партии так вот, первая партия против Реньера, здесь я разыграл вариант с ходом слона Е2 в Сицилианке много про него уже говорил, нравится мне эта схема, ну и здесь давайте довольно быстро сделаем первые ходы то есть наша задача в этой позиции не разбивать себе центр то есть мы играем на Д5, Д3, не бьем пешку, в принципе готовы переходить в Эншпиль ну а если черный играет кони в 6, нападают на пешку, то тогда уже нам надо играть Е5 чтобы, в общем-то, удержать свой центр ну и здесь тоже довольно много ходов было, таких достаточно стандартных и типичных здесь Д4 было посильнее за черных, ну там после слона Ж1 у белых хорошая позиция все равно после же хода Б6 я сам играю Д4, это одна из главных идей данного варианта и получаю довольно сильный центр то есть здесь небольшой перевес по дебюту у белых ну однако позиция, понятно, что у черных тоже вполне хорошая итак, здесь тоже часть ходов, давайте сделаем быстро и вот тут один интересный и важный момент черные подрывали центр ходом Ф6 и далее бьют на Е5 и вот здесь интересный момент, что после взятия ФЕ почти всегда нам нужно забрать симметрично ФЕ и получить хорошую позицию но вот здесь любопытно, что КОМ советует забрать другой пешкой пешкой Д, я такой ход даже особо не считал, честно говоря ну идея какая, мы сейчас напали на пешку Е6 на пешку вернее Д5, а в случае хода Е6, насколько я понимаю здесь есть ход КНД5 то есть то, что я тоже даже не рассматривал смысл в том, что мы открыли линию для ладьи и таким образом здесь белые, похоже, что просто выигрывают пешку то есть я этот вариант особо даже не рассматривал но вот такая красивая тактика у белых была в принципе, такое редко встречается в данном варианте но тем не менее это было у белых, я не заметил на автомате сыграл ФЕ практически, не думая далее последовала слона Х6 ладья С2 ну здесь, если он сыграл бы КНД4 я бы жертвовал качество как как раз таки компьютеры предлагают то есть я бы уже отдавал ладью за слона но здесь, как мне кажется, у черных все-таки за счет того, что слабый король есть некоторые проблемы плюс ладья особо не играет в общем, компенсация белых довольно приличная пусть она не полная но тем не менее, я подобные позиции люблю в принципе, вот в варианте дракона в который я играю за черных там тоже довольно часто мы готовы пожертвовать качество тем не менее, соперник здесь сыграл по-другому после АДЦ2 он сыграл КНД3 вынуждает меня меняться ну и вот здесь я раз нашел очень сильный ход причем это единственный ход, который дает белым перевес красивая тактика и опять же мы используем тот факт, что у черных провисает конь на поле C6 ну и что самое главное, не сделан ход Е6 пешкой то есть не тот этого хода и здесь конь на Д5 красивый ход, рад, что я нашел его в чем идея этого хода идея в том, что если он играет Ферзь Д5 то мы делаем связку С4 и выигрываем Ферзя поэтому Ферзь Д5, конечно, плохой ход здесь слон Ф3 он сыграл правильно далее слон Ф3, конь Д4 ну и здесь после хода конь Е3 черные бьют на С2 и в итоге получается такое соотношение материала как конь и слон против ладьи то есть в принципе конь и слон сильнее, чем ладья но тем не менее, понятное дело, что здесь еще по сути вагон борьбы и конечно же, все самое интересное еще было впереди хотя и эта часть партии тоже была не самой скучной и так, кладец С8 ну здесь Ферзь Д2 была сильнее я сыграл Ферзь Б3 мне показалось очень логичным но тем не менее, после хода король Ж7 здесь вот не так просто атаковать от черного короля то есть, конечно, в идеале здесь белым бы очень бы сильно помог чернопольный слон но его уже нет и остается белопольный слон, который тут стреляет в пустоту по сути, то есть от него пока мало пользы ну и конь на Е3, которого вот я тоже вообще не понимал куда девать здесь у меня были дальше долгие маневры коня мы это с вами увидим то есть вот здесь у меня реально возникла проблема с планом то есть я не совсем понимал, что мне делать дальше ну в этой позиции соперник напал на пешку возможно, стоило сыграть Е6 я сыграл ладья Д1, пожертвовал эту пешку и видел, что пешка висит и вот здесь ладья Е1, конечно, надо было играть но в принципе я не видел супер каких-то опасных отскоков ладьи отскоков вернее коня и тем более ладья все-таки провисает вот пока, то есть мы не можем в данный момент коня как-то эффективно убрать ну я так понимаю, что где-то идея в будущем сыграть наверное как-то Ферзь Б4 и потом отскакивать конем но тем не менее, опять же таки все неточности разбирать не будем иначе у нас видео сильно затянется тем более, что вторая партия еще тоже у нас впереди на разборе будет итак ладья С5, конь С3 вот здесь мы видим, что я такие вот долгие маневры коня делаю не самые эффективные, но тем не менее и вот ход конь С3 допускает жертву, которую я в принципе видел но мне казалось, что она не самая опасная и соперник на нее пошел, это жертва ладья Ф3 нужно было здесь ему сыграть чуть-чуть хитрее сделать ход Ферзь Е3, чтобы ладья Ф3 уже было гораздо более неприятным ходом для белых но тогда мы понятное дело, что не обязаны допускать эту жертву есть ход ладья на Ф1, теперь бить на Ф3 нет смысла ну и здесь опять-таки начинается такая долгая вязкая борьба в результате чего, в общем-то, здесь возможный переход в эндшбит, то есть размен ферзей ну и в принципе здесь мы видим, что в общем-то особо плана пока нет ни у белых, ни у черных но позиция примерно равная в общем так ему и стоило сыграть, но соперник решил подкрутить вполне логичный ход и сыграл ладья Ф3 по компьютеру это зевок, но тем не менее здесь далеко не все так просто хоть у меня и остается лишняя фигура, но довольно слабый король поэтому, безусловно, здесь нужно играть очень аккуратно итак, Ферзь Ж3, здесь Конь Е4, я рад, что нашел ход то есть очень важный ход, мы включаем Ферзя в защиту защищает теперь Ферзь с поля Ф3 далее было Ферзь Ж3, Король Ж1 здесь очень важно, что у черных нет ни одного нормального шаха ладья Ж5, ну и здесь я, в общем-то, решил тоже немножко поатаковать сыграл Ферзь С3, Король Ж6, Ферзь С1 то есть Ферзь С1, чтобы была присутствующая у меня идея где-то по седьмому ряду шаховать и здесь, в общем-то, стоило ему сыграть Король на Ж7 он же сыграл Ж5, ну Ж5 явно это ход на победу Король Ж7 был более надежный вариант в случае хода Король Ж7, если бы он сыграл Ферзь С3 если бы он сыграл Король Ж6, я бы там дальше думал, что делать если бы Король Ж7, ну вот здесь тоже, опять-таки, у меня пока не было четкого плана покажу, что компьютер советует, покажу в режиме Блица то есть здесь вот важно, что белые могут смело бежать вперед Конь на Е4 хорошо защищает Короля ну и далее, опять же, мы видим, что еще куча борьбы то есть, в принципе, понятное дело, что тут далеко не так просто выигрывать белым все-таки довольно слабый Король и естественно, что здесь, в общем-то, нужно быть очень-очень внимательным но объективно все-таки фигура остается лишняя, перевес у белых соперник же здесь сыграл Ж5 вот, ну идея была какая, что Король у него после хода Ферзь С6 и Е6 закрывается но, тем не менее, в данной позиции очень важно понимать, что у черных слабый слабый, тем не менее, Король и, что самое главное, их атака не такая уж и опасная, как хотелось бы возможно, черным и вот здесь очень сильный ход предлагает компьютер, который я не нашел это ход Конь Ф2 то есть, я сыграл Ладья Д6 и посчитал, что там у меня все нормально но вот компьютер возвращает коня все-таки ближе к Королю идея в том, что после Ферзи Х2 и Король Ф1 у черных просто закончились шахи вот так вот Конь хорошо защищает своего Короля ну и Ферзи Х1, что компьютер стоит, конечно, очень странное решение здесь, в общем-то, я не знаю, почему он не забирает, допустим, Конь Х1 ну, вариант, честно сказать, мягко говоря, удивительный я не понимаю, что это за игра происходит но вот, такое советует компьютер хотя, конечно, в реальной жизни так бы никто не сыграл но, тем не менее, Конь Ф2, конечно, очень сильный ход потому, что мы напали на Ферзя защитили своего Короля ну и где-то в будущем уже готовы сыграть Ладья на Д6 съесть пешку Е6 и уже начать матовую атаку на черного Короля в общем, Ладья Д6 тоже идейный ход, как я и сыграл но, тем не менее, теперь уже Коня нет на поле Ф2 и черный получают шахи и вот здесь вот после первых двух шахов он ошибся был выбор, как сыграть Ферзь Е1 или Ферзь Ж1 и вот он сыграл не туда надо было сыграть Ферзь Ж1 то есть я понимал, что здесь маты, конечно же, не получил но, тем не менее в этой позиции ну, судя по тому, что оценка тут минимальный перевес белых у черных есть сильная инициатива ну, в общем-то, здесь далее сложные варианты опять же, такие условия блица можно очень легко ошибиться черным и белым в общем, Ферзь Ж1 был более точный ход после же хода Ферзь Е1 ну, соперника уже времени было не так много как и у меня тут уже считать было довольно трудно после хода Ферзь Е1 и нашего хода Король Д4 то есть после хода белых Король Д4 у черных нету нормальных особо шахов то есть он в общем-то, здесь уже особо ничего не может сделать но Ладья Е6 как я и хотел сыграть ранее это очень неприятная угроза то есть Ферзь Б4, Король Е5 по сути все, шахи закончились ну и далее уже белые начинают шахи ставить и более того еще угрожают матом ну, здесь, конечно же, стоило ему сыграть Ферзь на поле Ф8 не получить мат хотя бы сразу ну, а Ферзь Б2 это уже зевок финальный правда, в синем цветноте, конечно же, тоже важно понимать и здесь после Ферзь Б2 и Король Ф5 на самом деле, мой Король уже сам принимает участие в атаке и далее тут уже черная защита от мата нормальная нет, белые выигрывают ну и покажу еще один последний красивый вариант который мог быть в партии я, в принципе, его увидел думаю, что в партии бы все это исполнил так вот Ферзь Ф8, если он здесь бы сыграл вместо Ферзь Б2 шах то тут, конечно же, разные ходы выигрывают за белых но самое красивое, самое точное сыграет Ладья Е6 вынуждаем черных бить и далее Конь Ж3 классный ход отвлекаем Короля ну и далее даже не Ферзь А6, что тоже выигрывает а еще точнее сыграть Конь Ф5 и затем только съесть Ферзя ну, справедливость ради, конечно же, скажу что и Ферзь А6 сразу Ферзь А6 не сразу тоже выигрывает но здесь все-таки еще придется белым немножко повозиться ну а там у нас был Ферзь и Конь за Ладью что еще лучше и приятнее в общем, в целом, такая интересная довольно острая получилась партия и, как мы видим, в принципе, действительно хоть и были ошибки но были хорошие хорошие решения но особенно, конечно, важным, я считаю, был ход еще вот данной позиции Конь Д5 после которого у меня получился перевес на долгую борьбу то есть в итоге всех этих тактических операций у меня получилось две фигуры за Ладью и давайте посмотрим следующую партию на мой взгляд, она не менее интересная тоже за белых и в том же самом варианте ну, правда, черные сыграли уже на втором ходу по-другому это против как раз-таки свата от Алика партия где он сыграл сразу Д5 Д5 на самом деле довольно логичный и сильный ход за черных, они занимают центр таким образом но, тем не менее, у этого хода есть минус стандартный как, допустим, в кандинавской защите это то, что фест на Д5 является, конечно же, мишенью для нашего коня то есть пока играем Конь Ф3, защищаем пешку и далее на Конь З6 играем Конь С3 далее здесь, в принципе, были разные ходы за белых но вот мне нравится ход Д4 такой активный и интересный то есть сразу пытаемся использовать перевес в развитии даже путем где-то жертвы пешки то есть СТ Конь Б5 а здесь пешка у нас где-то может и теряться но зато мы получаем активность фигур ну и вот тут, что интересно, что он все-таки не пытался ее удержать вот многие сильные игроки понимают, что очень опасно цепляться в лишнюю пешку при плохом развитии и он просто игнорирует все мои угрозы то есть я сыграл С3 там в стиле гампита мура, можно сказать он же просто развивается и делает тракировку и в итоге у нас получилась такая довольно, скажем так, обычная позиция не очень похожая на сцитянскую защиту но тем не менее, просто такая примерно равная игра ну теперь давайте часть ходов довольно быстро мы сделаем ничего особо интересного пока не происходило в общем-то тут были какие-то размены F6 ход довольно интересный, конечно, я бы поменял стенополь D4 скорее но F6 любопытный ход, сохранить чернопольного сна, конечно же, он хотел тут тоже, опять же, ничего прям суперинтересного все еще не происходит здесь мы видим, что небольшой перевес дает движок белого но позиция все еще очень трудная и перевес такой не самый существенный но все-таки фигуру белых чуть поактивней вот, ну и здесь вверх на F7 я так залез пока без особых угроз, но просто создал какое-то давление небольшое и оценка уже постепенно подросла до плюс 3 хотя, опять же, оценка это все-таки именно позиционная, а не материальная по материалу у нас все еще равенство поэтому тут нужно белым еще доказывать за счет чего у них есть перевес но тем не менее, пока играл довольно неплохо в принципе удерживал это преимущество вот здесь B4, тоже хороший ход F3, и вот здесь очень важный момент то есть, да, был сильный ход G4, который советует компьютер в принципе, такие ходы я, конечно же, знаю и периодически делаю но, тем не менее, мне очень понравилась та идея, которую я в партии исполнил а именно ход слон G7 то есть, в чем смысл этого хода после хода F1 и Kh2 ничего особо не меняется главный смысл в том, что если он играет ладья Е8 на что я и рассчитывал у меня здесь есть разные, на самом деле, коды но самое четкое, самое сильное, это ход слона F6 и вот я тоже очень рад, что нашел всю эту идею то есть, вначале слон Е7 и на ладья Е8 слона F6 потому что, в принципе, за счет данной идеи я как раз-таки получил большой перевес то есть, вообще, в чем смысл этого хода? идея в том, что если он играет ладья Е8 то получает мат если ладья D8, здесь связка слон не может закрыться но если закрывается ладья, то мы ее просто съедаем такая вот красивая идея поэтому он, безусловно, сюда не пошел он это заметил, сыграл F4 ну и тут, понятное дело, что у меня хоть и перевес по компу плюс 4 но, тем не менее, во факту всего лишь лишняя пешка плюс позиционно, конечно же белые стоят лучше но, в общем, все это еще нужно доказывать далее был размин на поле G7 F4 ушел из-под боя ладья Е2 и вот тут мы видим, да, что вот уже один не самый точный ход привел к тому, что оценка сразу же просаживается нужно было сыграть не конь G5, как я сыграл, а F4 ну, уже времени тоже было не так много меньше минуты, поэтому я тоже тут не сильно прям мог считать варианты сыграл скорее интуитивно ну, тем не менее, F4, вообще, в чем идея этого хода да, F4, как советует компьютер это в том, что мы прежде всего хотим сыграть ладья D8, выиграть ферзя ну, и также конь G5 остается план с нападением на мат ну, ладья D8 такая основная идея за белых я же сыграл сразу конь G5 ну, и здесь он смело съел пешку на самом деле ход хороший далее FB6 и вот тут надо было мне просто переходить веншпит ходом FD4 вот, ну, я сыграл ладья D4 далее был ладья F8 ну, угрожал опять-таки мат то есть, важно понимать, что черных слаб первый ряд по-прежнему ладья F8, ферзь H4 я конь G5 и вот тут, наверное, была такая единственная серьезная моя ошибка за эту партию но уже и времени тоже было немного полминуты у меня, у него 16 секунд тоже уже начал постепенно ускоряться и вот тут вместо ферзи E4 хода надо было сыграть конь E6 вот там тоже возникали сложные варианты уже мы видим, что оценка совсем небольшая в пользу белых ну, вот здесь если и белые, и черные играют правильно то получается такая позиция, где, в принципе, тоже еще вагон борьбы причем, что самое любопытное, что черные тут могут фактически заставить белых перейти в данный эншпиль ну, в этом эншпиль еще, конечно же, белые вполне могут и не выиграть то есть, на самом деле, позиция, как по мне, ближе к равной при сильнейшей игре черных они вполне могут сделать ничью но я же здесь сыграл вместо хода конь E6 ферзь на E4 ход мне казался очень логичным хочу сыграть ферзь E5 шаг но вот здесь он мог войти ферзь B5 и таким ходом, да, вместо C5 как раз сыграть ферзь B5 таким ходом решить сразу две задачи во-первых, не дать мне поставить шаг во-вторых, напасть на поле F1 и в-третьих, что тоже еще очень неприятно зависает еще и конь на поле G5 ну, а тут есть еще пока ход конь F3 мы не теряем пока фигуру сразу но после хода конь G3 еще и ферзь у меня завис и ферзь F1 по-прежнему где-то у него есть идея ну, в общем, тут неприятная позиция уже у белых приходится играть на защиту то есть, как-то, возможно, единственными ходами мы там не разваливаемся сразу но, тем не менее, все эти ходы попробую еще найти в общем, тут уже у черных был большой перевес после хода ферзь B5 точного но он ферзь B5 ход не нашел и после хода C5 уже перевес у белых тут ферзь E7 было еще точнее но ферзь E5, как я сыграл, тоже неплохо тут, опять же, таки уже цейт нот сильный поэтому важно понимать, что уже когда мало времени идут ошибки ну, и конь F6 это действительно уже серьезная ошибка потому что после хода ладья на D6 у черных большие проблемы то есть, можно было еще сыграть ферзь C7 после чего я не мог убить на F6 и за связки но, тем не менее, я могу сыграть конь D6 то есть конь D6, вилка, ну и далее в любом случае, белый получает лишний материал но в партии он ошибся и не сыграл Fs B5 сыграл Fs B5 ну, после F6 здесь черные потеряли коня еще угрышает скрытый шаг в общем, здесь позиция черных уже разваливается так что, такая тоже интересная партия и здесь я рад, что нашел еще даже более сложный маневр чем в прошлой партии там был ход конь D5 но здесь это была идея связанная с ходом слон E7 из-за тем, что самое главное слон F6 то есть, вот здесь очень важно было играть слон E7 на ладе E8 бедить его слон F6 который, конечно же по сути является ключевым в всей этой тактической операции так что, тоже такая интересная партия что ли попытно в том же самом варианте ну и я рад, что действительно смог все это отыскать за доской и вот за один день обыграть двух гроссмейстеров конечно, для меня это уникальное достижение потому что, в принципе не так часто с ними играю ну что ж, надеюсь, что эти партии вам понравились видео вышло немножко долгим но, тем не менее хотел обе партии все-таки разобрать, потому что они случились в один день и все-таки это такое вот определенное достижение всем спасибо за просмотр и до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи